Всем привет! Добро пожаловать на канал Charmy Games, меня зовут Надя, и это новая серия Дардоне. Я сразу закисываю после предыдущей, чтобы не терять время, потому что когда еще еще начнется писать, никто не знает. Так, ну что, на прошлой серии это четвертая. Кстати, я посмотрела, что это четвертая глава, всего у нас их семь. Если у нас прям еще не получится, постараемся записать чуть подлиннее серию, возможно, там на час копейками, чтобы прям побыстрее ее закончить. Игра классная, здоровская. Просто у нас очень много уже сейчас идет игр, которые многосерийные, эпичные, многосерийные прохождения. Вот, поэтому, поэтому поехали сюда. Поэтому поехали. И я напоминаю, что я пока еще с мигрени, поэтому я дико извиняюсь, мне немножко шатает от нее. Так, на прошлой серии Мими и с бабушкой ходили на рынок. Мы вернулись обратно, и сейчас нам зачем-то надо на чердак. Какие-то там что-то, чего-то, где-то. Что-то там, где-то там. Вы поняли. Ладно, полезли на чердак. Так, у нас пришло сообщение. А мы даже не прочитали из дома какое-то сообщение. Кстати, никто не написал, почему здесь исходящие. Исходящие это... Это кому мы отправляем? А тут, получается, поменяем. То есть... Короче, ребят, напишите в комментариях. Исходящие это кому мы отправляем? Исходящие это кто нам? Ну, типа, нам прислали письмо. А, ну сейчас-то нету такого. Понятно. Сейчас-то нету такого, потому что у вас общая переписка. А раньше, когда были вот эти вот сотовые, старые, да, у нас были папочки исходящие, исходящие. Черновики, наверное, были. Отправленные, которые, типа, вот отправились, но сбой произошел, и они, типа, не исходящие. Это как, по-моему, так было. Да. Привет, моя Нокия 3310. Передаю себе огромный привет. Ты прослужила мне просто многие года. Так. Небось слишком жестоко к себе. Как говорит твой психотерапевт, ты не можешь спасти всех, маленький хоббит. Как здорово так. Интересно, психотерапевт в этот момент, как Гэндальф отец сидит. Что такое? Что ты называешь меня хоббитом, Орк? Окей. Фабриц, папа. Не верю, что ты всерьез. Мими, тебе нужно искать работу, а не расчищать этот проклятый дом. Проклятый? Почему ты так говоришь? Расскажи мне. Мне не нужно искать работу, мне нужно разобраться со своими воспоминаниями. Инфантилизм чуть-чуть. Ну ладно, давайте хотя бы попробуем узнать, почему же он все-таки проклятый. Да, вот у нас. Угу. Так, окей. Получается, выходим из этого смс-ки, у нас все прочитаны. А-а-а, ничего нету. Получается, нам надо вернуться сюда и каким-то образом на чердак. А как мы на чердак зайдем? Кстати, вот вопрос. Оба-на, оба-на, оба-на. Подождите, кстати, хотела кое-что проверить. Вот тут вот, если пройти, то куда мы придем? А, в куалет просто. А-а-а, ладно, сейчас мы дойдем на второй этаж и почитаем сообщения. А-а-а, так. Фокусируемся. А-а-а, фабрис. Уборка в следующую пятницу. Это мое последнее слово. Чего? Твоя мать беспокоится. Уборка в следующую пятницу? Чего? А как там на чердак попасть? Так, это мы зашли, получается, к бабушке, да, в спальню. Я могла бы здесь часами стоять, но мне надо найти коробку. А-а-а, пописала. Какую коробку мы ищем? А вот и несколько романов русских писателей. Большие и тяжелые книги. Как на чердак-то зайти? Мими, подскажи. Блин, как карту открыть? Может быть, эта дверь уже открыта? Нет. А, ты ключ, ты же большая. Ты же можешь ключ достать. Так, ну здесь ванная. Это нам неинтересно. Может быть, надо обойти как-то дом? Так, у Норы было прям дар к садоводству. Кстати, да, большое дерево. От него же, наверное, влажность сильная или нет? Так, а что, как нам открыть карту? Shift, может, Tab какой-нибудь. Сейчас я все кнопки просто нажимать буду. Но должна быть карта, по-моему, нет? Enter, Escape. Нет, ну Escape так. Menial. Нет. Так, а настройки? Может быть, настройка что-то есть? Карта. Диктофон. 1, 2, 3, 4. Ты что? Семьи действия. А, вверх несет. Так, ладно, карты у нас нет, получается. Ладно, мы сейчас будем искать, как зайти на чердак. То есть... Ну, кстати, да, иногда вот на чердак вход есть. Типа, надо обойти дом или найти как-то так вход на чердак. Отсюда точно нет входа на чердак. А нет. Вот, хорошо, что я зашла. Вон вход на чердак так-то. Нет, это не вход на чердак. Это просто за книжками. Погодите-ка. Это что, сестра Норы? У нее есть сестра? Допустим. Телек-то, ну, не надо включать. Она не уверена, что к этому ископаемому можно подключить DVD проигрывать. Может быть, вот так вот обойти? Или мы не можем обойти вот так? А как на чердак-то зайти? Вот там типа чердак. А как на него зайти? Так, а что у нас с заданием-то? Заварить? А-а-а, блинский. Мне чай надо заварить. Ай, не тем занимаюсь. Мне ж точно. Вот-вот-вот, понимаете, что вот бывает с человеком, у которого болит голова. Все вылетает. Мне чай же надо заварить. Точно. Так, чай. Ой. Письмо. Снова письмо. Пардон по ла рэдахсиом. Пардон по ла рэдахсиом. Моя дорогая, дорогая Нора. Тысяча благодарностей за то, что приехала в Мексику. Мы очень скучаем по тебе и твоей улыбке. Как мы ее обсуждали, я подготовила для тебя небольшой пакет с подарками из моей страны. Надеюсь, благодаря им тебе захочется вернуться. Не налегай на шоколад. Он очень горький. Вкусно любителя. Мы любим. До нашей встречи сомневалась насчет своей работы агентства. Но твой приезд изменил нашу жизнь. Знаю, что двери нашего дома в Мексике всегда будут открыты для тебя. Искренне твои. Исадора и Матео. Это может быть сестра? Кстати, может быть, это сестра Норы? Что на самом деле произошло между ними Норой и мной тем летом? Это какая-то Санта-Барбара. Мими, Санта-Барбара просто. Так, значит, мы берем чайник. В раковину ставим. А по отфильтровать, алло. Снимаем крышечку. Все правильно. И холодненькую водичку. Ладно, фильтров тогда не было. Ой, перебрала. Перебрала. Закрываем крышечку. Берем чайник, ставим обратно. Нажимаем кнопочку. Спасибо, бабушка, что сохраняла верность старомодным чайникам. Что, простите? Старомодным чайником? Электрический чайник у бабушки в 90-каком-то году. Это старомодный? Что? Чего? О, дайте, пожалуйста, самую крючку возьмем. А что из них черный чай? Тимьян. Как хорошо пахнет. Не, ну мне надо тимьян. Нам черный чай надо. Цедра апельсина. Цедра апельсина и это что, шалфей? Белый чай и роза. Похоже, это она смешала сама. Так, смотрите, мы шалфей выращиваем. Давайте, вот мы как раз таки... Я же говорила, что с шалфеем можно чай делать. Вот с цедрой апельсина и шалфей должно быть очень вкусно. Чего? Ложку надо взять или что? И как мне взять? Так, а как мне взять? Положите чай в заварник. Слышишь? Это как... У нас таких вообще не было. Обычный чайник был. Он даже не... По-моему, не свистел. Обычный стандартный чайник. Сторой тоже было нелегко. Может, в этом и была проблема. Да, две очень сильных личности. И этот вор. Что произошло? Что именно произошло? Ну, сейчас мы начинферимся с тобой и узнаем. Так, давай. Цедра апельсина в дальнем силы. О-о-о! Серьезно? А еще не все, да? Налила. Что-то-то-то-то-то-то. А, заваривается точно. Мы заварку закинули. Все, можно пить. Уля, заварку вытаскиваем. Желательно бы в раппи, чтобы поставить ее. Ну ладно. Это все мелочь. Главное, чай попить. Пока чай слишком горячий. Выпью позже. Пора проверить чердак. Найдите способ попасть на чердак. Так, так а где он? Где чердак-то? Я вот вообще не поняла, где вход на чердак. Так, найдите. Что у нас задание? Найдите способ попасть на чердак. Найдите способ найти чердак. Я вообще не понимаю, где он. Так, там тут... Это надежно надо? Как? И подсказки никакой нету. В агентстве сегодня наняли еще одного копирайтера. Тот, британец. Мне он понравился. Грустный смайлик. Повезло ему. Это ужасное место. Оно окей. Непонятно. Ой. Пока все очень запутано. Да где чердак-то? Нора держала ключ здесь. Забавно. Ключ здесь так и лежит. А я выросла и... Этот дом изменился куда меньше, чем я сама, мне кажется. Все, мы можем достать. Наверное, оттуда будет вход на чердак, да? Так, ну все. Мы видим ключ. Берем. Все. Так, так, так. Теперь мы сейчас узнаем, что там... Так, что там за тайная комната? Бабуля с дедулей. Надеюсь, альбом здесь. Альбом или коробка. Надеюсь, больше ты там ничего не найдешь страшного. Может, это какой-то рабочий кабинет? Ух ты же, вот такого я поворота не ожидала. А, это дедушка здесь записывал. Вот это вот, это железная дорога. Не думала, что дедушка и бабушка увлекались такими вещами. Может, в 82-м году было нормально иметь отдельную комнату для игрушечного поезда? Ну, в 2023-м... Попробуем же. Нормально иметь комнату, например, для всяких лего. Почему тогда? Да, тем более, смотрите, где сын, типа, уехал, внучку не привозили. Ну, типа, может, они так развлекались, я не знаю. Я вообще не осуждаю. Это я рисовала? Не помню. А вдруг, прикиньте, это вообще хорр... А вдруг, вообще, это какой-то хоррор? Это какой-то хоррор? И здесь, короче, держали каких-то пленников. Будет дрэш. Ну, я вот, с учетом того, как я выбираю игры, я даже не удивлюсь. Так, мы нашли письмо. В Дордонь, 11 августа 59-го года. Нора. Неделя у нас была тяжелой. Дети в школе стоят на ушах. Нам нужно проверить много контрольных. Фабрис снова сбежал. Я нашел его на станции в ожидании поезда. Он не знал, куда именно отправиться, но хотел исчезнуть. Мы поговорили столько, сколько смогли. Ты знаешь, насколько он на меня похож внешне, но он вел себя тихо, как и я. По дороге домой мы остановились поесть мороженого на маленьком пляже у Ларок Гожака. Я подумала тебе, потому что знаю, что ты бы нашла способ достучаться до него. Лист на паутине свисал с дерева над нашими головами. Он извивался, но не касался земли. Я так долго наблюдал за ним, что, заметив это, Фабрис встал и оторвал лист, а затем снова сел, чтобы доесть мороженое. Ждем твоих потрясающих мексиканских историй, они такие душевные. Твой любимый Эдуард. В общем, максимально странное письмо. Ну, допустим. Что за дорога-то? То есть у них типа игровая какая-то здесь? Кнопки. Может, они что-то открывают? Насколько я знаю, дедушку и бабушку, они могли придумать какую-нибудь странную игру. А смотрюсь по сторонам. Вдруг где-нибудь есть код. Видите правильный код? Так, смотри, здесь какие-то солнышко, листочек. А типа лето, осень, зима, весна. Чу-чу компания называется. Блин, ну ладно. А где мне что-то искать? А, вот, кстати, вот кассеты. Похоже, они довольно важны. Может быть, на них найдется код. Поверните держатель кассет. Ой, я вышла случайно, блин. Так, давайте еще раз попробуем. Поверните держатель кассет. Ну вот я повернула. Я типа сюда должна поставить? А-а-а. А-а-а. А послушать, может быть, надо было их сначала? Так, подождите, стоп. Давайте, давайте мы как-то вот попробуем типа лето. А-а-а, а лето мы не вытащим по-любому, да? Давайте с осени начнем. Сегодня так тихо. Уже скоро осень. Люблю звуки осени. Все такое хрустящее. Нет, тихо, осень не люблю. Кстати, похоже, знаете, когда на английский изучаешь, вот такие кассеты ставят. На английском, собственно говоря. Послушайте его шаги. Вот, возьми, здесь прохладно. О, как мило. Но иногда и мне нужно за тобой поухажать. О, да, любовь моя. Ты позвонила насчет дерева? Еще позвоню. Не за чем спешить. Вишня погибла, Нора. Ее нужно срубить. Знаю. О, семьдесят восьмого. Перед смертью дедушки. О, господи. Ну, что им за игра такая? Я так мало о нем помню. Семьдесят восьмой. Она, получается, вообще, наверное, его особо не видела. Если в девяносто каком-то ей было... Двенадцать? Даже если в девяностом ей было двенадцать, то она прям совсем его не знает. Дима. Дай мне. Вот, подержи микрофон. Я знаю, как делать запись, дорогая. Конечно, конечно. Поближе к огню, иначе Мими его не услышит. Как славно. Знаешь, я любил ту вишню. Я знаю. Что может быть лучше старого доброго огня? Согласна, любовь моя. Счастливого Рождества. Счастливого Рождества. Рождество семьдесят восьмого. Отец отказался от поездки в последнюю минуту. Сказал, что дедушка устал. Мими, не отвлекайся. Это уже весна у нас. Эдуард, я записываю. Прости, прости. Все в порядке? Да, что-то в горле, наверное. Прости, дорогая. Не беспокойся. Посмотрю туда. Это луговой лунь, кажется. Хищная птица. Потрясающе. Он мигрировал с юга. Люблю весну. Столько всего нового. Цветы начинают распускаться. Мы вызвали работника, который поможет нам. Эдуард, хватит переживать за вишни. Мы подрежем ее, когда придет время. Я не переживаю. Я хочу, чтобы в саду было безопасно, когда к нам приедет Мими. Весна была их любимым временем года. Так, а теперь нам складывать надо кассеты. Получается Сюда. Потом Зима. И весна. 724. Может быть, это тот код, который мне нужен? Да, попробуем его. 7245. 7245. 7245. Сиба. Ещё даже озвучивают, как правильно на французском. Да, посмотрим, что из этого выйдет. Прикольно. Ой-ой-ой-ой-ой. Опустите мост. Мими. Алло. А чё мы не ходим? Давай, опустим мост. Какая древняя штуковина? Что-то мне напоминает. Это что стоит? Это же, наверное, кассетный плеер. Так, это нам надо сюда штекер, скорее всего, вот этот вставить. А этот штекер нам надо, да, для микрофона сюда вставить. Так, и на запись. Поехали. Ладно, послушаем его. Я вот, правда, не помню. У меня в кассетном не было входа для микрофона, по-моему. Хотя, может быть, и было. Может, я не запрещала внимания. Не помню, кстати, такого. Давай, 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 мими. Быстренько просочимся туда. Сейчас бабуля нас закроет, прикиньте. Очень красиво. Очень красиво. Может быть, они, типа, создали вот эту дорогу, потому что сын любил. Ну, и таким образом они как будто прикасались, да. Блин, как это прочная история. Ух ты, не ожидал такого от бабушки. Это же никто мне не поверит. И следующий чердак. И следующий чердак. Секреты. Подняли. А как я камеру вызову? Три, четыре? Что, как? Три? Не работает. Четыре тоже не работает. Так, подождите, в настройках. Камера. Три. Наверное, наверное. Если камеры, типа, нету, ну, то она не работает у меня. Типа, да, с собой, как будто бы, камеры нету. Собираем наклички. Собираем наклички. А здесь чего? Только посмотрите, как настоящий поезд. Нет, даже лучше. Что это? Очередная кассета. А. А-а-а. Угу. Вы взяли диктофон. О, можно записывать звук. Как? Как современно. Может быть, я смогу записать поезд? А зачем? Мне, типа, прицелиться надо? Еще дашь не двигается. Дашь не двигается. Надо было нажать кнопочку. Как здорово. Воду и поехать домой на поезде. Надо бы сфотографировать это потрясающее место, пока я здесь. Вот. А здесь у нас, получается, есть возможность фотку сделать. Так. Давайте прицелимся. Во-первых. Раз. Жесть. Во-вторых. Вот это очень красиво. Два. Я ослепла. Это три. А-а-а. Нет. Вот давайте его попробуем вот здесь вот где-то выловить. Столб просто посередине у нас. Ну ладно. Вот так вот давайте. Все. Хватит нам фотографий. Прошу прощения, дверь была открыта и... Да ничего. Это место... Оно очень особенное. Мы с твоим дедушкой использовали его для самовыражения. С тех пор, как его не стало, я берегу эту комнату. Она стала чем-то вроде храма, если ты понимаешь, о чем я. Наверное, это неправильно. Места, вещи... У них должно быть множество жизней. Как у диктофона, который ты нашла. Мне нужно было спросить. Возможно. Но теперь он твой. Хочешь помочь мне с каяком? Да. Собрались. Собрались. Скоро я буду каякером. Есть такое слово? Напишите, кстати. Ребят, есть ли такое слово? Почините каяк. Хорошо. Готова, Мими? Вроде бы, да. Иди сюда, и мы починим этот каяк. Я бегу к пуль. Так, стоп, стоп. Наклеечку сначала возьмем. Ну, уберись. Новая кассета. Я предлагаю сразу послушать. Выдающийся репортер. А, предыдущий мы слушали, да? Да, про Нью-Йорк мы слушали. Мими, специальный корреспондент. Я здесь, в Кроте, чтобы задать вопрос своей бабушке. Корреспондент? Чем могу помочь? Бабушка, что такое совок? Совок? Это маленькая лопата. Можно сказать, лопатка. Прекрасно. Вообще, это смешная история. Твой дедушка купил ее и потерял в первый же день. Она пролежала под землей полгода. Как вы нашли ее? Ну, я работала совком в огороде, как друг. Наткнулась на другой совок, который он и купил. И вот это история. Спасибо, бабушка. С вами была Мими, специальный корреспондент. Все мы в это играли, мне кажется, в детстве. Кайф. Для начала заделаем все дыры. Мы же не хотим, чтобы ты утонула. Нет, мы не хотим, надеюсь. Нет! Используйте клей, чтобы закрепить дерево. Ух, тяжелая работа. Пошла. Вот это? А я там не приклеила, кстати. А я там не проклеила. Серьезно, зачем ты оставляешь кусочек такой? Ой, не тот. Ой. Нет, не подходит. Так. И с обратной, скорее всего, стороной, да? У нас какая-то дырень будет. Блин, ну зачем оставлять один кусочек? Из-за этого там течь будет. Ну вот, вот сюда. Это что-то как-то. Я-то всему этому научилась. Мама совсем не умеет обращаться с инструментами. Просто мне это нравится. Вот и все. Я хотела сказать, что ты же, наверное, научился этому. Я не люблю зависеть от других. Так что я научилась сама. А, ведь бабуля одна живет. И, к сожалению, она вынуждена научиться всему сама. Я хочу быть как ты, когда выросла. А я надеюсь, что ты останешься самой собой, солнышко. Поближе сядут. Теперь самое важное. Покрасим эту красоту. Покрасим? Конечно. Он твой. Так что цвета должны быть твои. В твоем стиле. А есть сиреневый? А какой мой стиль? Красный? Еще так красный мой стиль. Не, я хочу сиреневый. Почему опасный-то у нее? Так, тут мелочь осталась. Так, чуть-чуть осталось. Иногда мне хочется уметь склеивать людей обратно. Например, дедушку и папу. Наверное, да. Но уже слишком поздно. Никто и никто не сможет это исправить. Это ничего. Готово. Давай спустим его к реке. Я так рада. А мы куда? Ниже есть небольшой пляж. Мимо не пройдешь. Пляж? Важно, чтобы лодка никогда не кренилась. Дордонь очень тихая река. Но бывает всякое. А, то есть местность назвали в честь реки. Да, обещаю. Так, давай, Мими. Давай, 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 давай. Я, кстати, вот в детстве не каталась на лодках. Не, ну вот на каяке имею ввиду. Так-то я с папой вечно на лодке каталась. А можем сфоткать? Не, не можем. Наверное. Симулятор каякера. Кстати, кто из Беларуси, рекомендую. У нас есть плавы тоже на каяках. Очень крайне рекомендую. Стоит, по-моему, недорого. Ну, впечатления положительные останутся. Главное, ехать, когда не сильно жарко. Ну, так. Можно сказать, что попрохладнее лучше, да? Чтобы накинуть на себя теплых вообще. Потому что когда жара, ну, не скрыться, грубо говоря, от мошкары. Не очень приятно все это. Ну, в общем, крайне рекомендую. Пикник! Ну, самое классное на природе поесть! Это вообще кайф! А теперь прогноз погоды для юго-запада. В следующие несколько дней будет сохраняться теплая и солнечная погода с температурой до 36 градусов. Наслаждайтесь. Сколько последними жаркими деньгами, пока до нас не добрался циклон из Англии? Здесь есть многовато. Очень хорошо. Я согласна. Кайф! Вообще кайф! Ты была права, бабушка. Здорово было немного поспать. Сон – это жизнь. И я надеюсь. Но я хочу посмотреть, что еще здесь есть. Пора вставать. Давай, поднимайся. Мы разблокировали новую местность. Место для пикника. Ух ты, как быстро все собралось, однако. О, нет! А, ну не собралось. Нужно собрать все это. Поможем мне, Мими. Конечно. Я думала унискать самобранку, но просто все улетело. Окей. Сейчас все поднимем. Иди сюда, проверим. Все ли вы нашли? Ммм, не хватает кое-какой утвари. Может, они в воде? Сходишь посмотреть? Вода слишком холодная для моих старых гостей, солнышко. Как всегда. Ладно, я схожу, схожу. Чуть-чуть осульдаю бабулю, потому что для ребенка так-то это тоже не очень хорошо. Так, мы потеряли с вами две вилки, две ложки, один нож. Так, а что у нас тут за звездка горит? Не поняла сейчас. А, мы прям плавим. Ох, вода просто прекрасна. Зря бабушка ее боится. Хорошо. Серьезно, мы прям за ложкой полетим? Чем? Так, поехали обратно. Их. Вроде бы я все нашла. Я, мы только ложку нашли с тобой. А, почему монетка тут есть? Почему не полезно? Ей. Неплохо. Так, нам еще надо нож и еще одну вилку. Что-то нашла? Да, минутку. Это подсказка. Это наклеечка. Нам это как бы не надо. Просто где нам еще нож искать? Ну, оно вроде бы как подсвечивает, но пока оно не подсвечивает. Особо. Так, ладно, хорошо. Может быть, туда типа наверх как-то надо забраться? Кстати, возможно. Типа по бревнышку. Нет? Это я уже себе напридумывала такого, да? Так, ладно, Мими, а где нам искать нож? Ну, вот да, дальше она не дает проходит, кстати. Так, и где? Так, и где? Да. Так, ладно. Поняли, да, мое возмущение? Так, монетки собираем. Интересно, зачем нам это надо будет теперь? Монетки. Все на месте? Думаю, да. Ладно, пойдем домой. Я приготовлю каяк. Мими, что-то не так? Кажется, я видела что-то в лесу. Можно я взгляду, что там? Наверное, просто кошка пробежала. Конечно, повеселись. Спасибо. Исследуйте речную область. Так, ну нам надо переодеться по всей идее, да, чтобы мы не замерзли. А мы как отправимся? На каяке или в лес как-то так отправимся? А, вон тропинка показывается, кстати. Вот тропинка. Хорошо. А нам туда лезть она, что ли? Или что? Серьезно? Блин, так это опасно. Что за ассасин крит начинается? Ну, я же не собираюсь. А, вот так, да? Окей. Угу. Хорошо. Королева. Королева, но... Никто не узнает, но... Нет, мы не сразу снимут. Все, все, все. Молчу, молчу, молчу. Так. Блин, бабуль, ну ты вообще, капец, опасно отправляешь ее. Папа-лям, папа-лям, ми-ми-ми. Прямо мчится к нам. Честно, ощущение, что должны скатываться камни, как в каких-то платформерах. Да жесть, вы что? Блин, я уже просто постарела. Мне кажется, это на самом деле пока тут скатывается. Так, ладно, спокойно, 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 спокойно. Так это какой-то этот серпантин. А вдруг там машина будет ехать? Гуляйся, внученька, там поперь. Кошка, наверное. Кошка, стопудово, кошка. А вид красивый. А можно зафоткать? У нас фотки с собой сегодня нету. Да нету. Ладно. Жесть, ну, ребята, ну, это реально... Ну, блин, страшно. А как я теперь заберусь? Алло. А как я заберусь? Ох, есть их. Да как я заберусь? Все? Мы приплыли? Типа, да, приехали? А, по плющу, типа, забраться можно, да? Кошмар. Ну, что за хоррор какой-то, ну? Смешно. Конечно, очень смешно. Очень прям. Абхохочешься. Ну, как его забрать-то? Это смешно. Жесть, жесть. Стелс был. Платформер какой-то лютый был. Сейчас хоррор начнется. Сейчас хоррор начнется. Еще птицы вылетают. Так страшно. Так, вон у нас бабуля. Бабуль, привет! Либо бабуля, пофигу. Я сплю. Так, иди, иди, иди. Че-то она... Это похвата здесь идет. Шесть. Напоминаю, это детская игра. Я не могу... Я не могу так переживать. Так, мы что, сейчас на тарзанке будем прыгать? Серьезно? Ну что за... И куда? Алло! Без комментариев просто. Серьезно? Еще так... Голуби летят над нашей крышей. Давай, полезай. Какое опасное место. Это вам не стройка даже. Высота! Спасибо! Спасибо! За напоминание, что мы на высоте. Сейчас падает такая. Это потрясающе! Красиво! Нужный спот. Что ты здесь делаешь? Это моя земля. Кот спозапрещен. Ты вовс рынка! Я не вор. Не смей больше так говорить. Я лишь... Уберу на время. На время? Все не так. Они получат свои вещи назад и даже больше, когда найдут сокровища Кулобра. Кулобра? Это огромный дракон, который спит на дне Дартоне и охраняет великое сокровище. Этого хватит, чтобы расплатиться с людьми на рынке. Чтобы меня все полюбили. Тебе нужна помощь в поиске сокровища? Помощь? Ты же из города, так? И как раз какая девчонка может помочь мне найти Кулобра? Я исследователь! Не смеши. Не будь я исследователем, ты залезла сюда сама. Ладно, ладно. Можешь не стать испытать тебя. Испытать? Здесь головоломка. Реши ее. Вот это испытание. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, ребят. Лови. Что? Мими? Ты в порядке? Не переживай, все хорошо. Ты чего тупишь? Он ушел. Встретимся в моем тайном убежище завтра, если решишь мою головоломку. И я ему покажу. Ну, хоть же ты мальчики, да? Мне нужна эта сумка сейчас. Так, переодеваемся быстренько. Мими, быстренько. Переодеваемся. Беремся. Чисплан такой. Вылавливаем головоломку. Решаем эту головоломку. Надержаем этому пацану. Показываем, где Рокиде мы. Так, куда он у него туда? Блин, вот поиск вот этого места где... А, вот, все. Спасибо за подсказку. Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Еще головоломку решить надо. Что-то задачка, под задачка. Со звездочкой. Можете вернуться на пляж и одеться? Бабуль, спокойно. У нас все по плану. У нас все расписано четко. А сейчас мы вернемся, сейчас все делаем. Спокойно. Рисовка просто 10 баллов. Очень все красиво. И вот этим вот... Вот эта рисовка, вот этими вот цветами атмосферы, конечно, возвращает себя тоже в детство. Конечно, у меня не было детства на юге Франции, но в целом похоже очень все. Летом. Нам уже пора? Да, настало время направляться домой. А ты что там делала? Исследовала. Вор лазала. Исследовала. Я исследовала эту гору целиком. Каждый камень, каждый пуст. Славно. Так, как тебе здесь? Хорошо же, правда? Опасно, красиво, дико. Давайте выберем дико. Здесь великолепно, но дико. Дико? В Дардоне никогда не случается ничего плохого, солнышко. Ты знаешь, я частенько бывала здесь с твоим дедушкой и твоим отцом. Скучаю по нему, выберем. Я скучаю по нему. Обалдеть, но это так. Не говори обалдеть. И я, наверное, понимаю, что ты имеешь в виду. А как ей надо говорить, кроме обалдеть? Черт побери. Ты еще чаю чертей? Как красиво, как скучаю. Твой отец. А что? Да вместе насладимся этим моментом. Пойдем домой? Да, я тоже устала. Отлично. Ну что, поплыли? Какой продуктивный день, однако, да? Полазали, поплавали. Покаячили. Покаячили. Как в том числе. Не знаю. Мне вообще такое слово. Покатались на каяках. Не, покаячили мне больше нравится. Почти как балагурили, только покаячили. Я забыла купить яйца к ужину. Сходжу за ними к соседям. Я мигом. А ты пока чем займешься? Хочу заняться своим альбомом. Очень хорошая идея, солнышко. Вот этот альбом всегда предвещает, что глава заканчивается, кстати. Пока я одна, посмотрим, что эта грязная воришка от меня хочет. Ладно, какой там головоломка... Ладно, какую там головоломку мне нужно решить? Вы ничего не слышали. Откройте сумку. Так, посмотрим, что у нас тут. Указания. Наклейки. И наклейки. Наклейки. А не для этой карты. Почитаем, что тут у нас. Шаг первый. Приклейки. Наклейки. Нужное место. У меня же карты нету. Да я знаю, где тут что. Нужное место. Ну... Что? Я не знаю. Я не знаю. У меня же нету карты. Ну, допустим, здесь камушки, типа, да? В траве. Блин, а почему она не щелкивается? Так, а где в доме бабули? Вот у меня вопрос. Наверное, вот этот, да? А, ну, само щелкает как-то. А рынок у нас, наверное, типа, здесь? Нет, не здесь. Вот оно, типа, если дает... А, вот. Вот. Нет. Вот, я не знаю. Я просто набуху. Вот. Окей. Да, получается, если... Так, сейчас сообразим. Если вот здесь... Если не можешь уже их снять, то все. Получается. Так. Так. И пацанчик здесь. Готово. Потом. Шаг второй. Соедини линиями определенные наклейки. Найди мое логово там, где они пересекаются. Первая линия. Камни не летают. Эээ... Камни... Не летают. Окей. Вторая линия. За мостом найдешь мой дом. Мост. Вот это? Я тебя нашла, воришка. Объясни место пересечения двух линий. Ну вот. Это здесь. Логово вора. Ликотня. Это решил бы и младенец. Не было сложно. А теперь мне нужно сказать воро, что я справилась с головоломкой. Я должна залезть на верхушку дерева и попытаться позвать его. Какое верхушку дерева? Ты чего? Мими. Алло. Сюда. Воро, выходи. Как гребучки. Здравствуй. Яху, я похоже тебя нашла. Не может быть. Говорила же, я исследователь. Молодец. Психоделика. Я буду на месте завтра. Сможем обсуждать колобаха. Отлично. Круто. Круто. Увидимся завтра. Хорошо, теперь я знаю, куда идти завтра. Теперь мне нужно спуститься. Лучше мне спрятать карту здесь. И потом я сделаю страницу в альбоме. Ну, понеслась. Чего? Содадим страницу в альбоме. Вот эта мне фотография очень нравится. Потом мы здесь наклеим. О, мы, кстати, все наклейки собрали. Давайте мы сделаем вот эту. Вот так. Завтра будет другой день. Короче, я просто буду вот выбирать. Типа, на золотом крыльце сидели. У меня новый друг. Круто. Хорошо. Птица. Сказала мне птичка. Так оставил. А, выбрал другой. Завтра будет другой день. У меня новый друг. Круто. Легкая, как перышко. Легкая, как птица. Хорошо. Хорошо. Какой-то звук, да? Красота. Готово. Мимии, пора ужинать. Уже бегу. Ну и денек. Ох. Ох, это только четвертая глава. То есть, получается, примерно на каждую главу по часу уходит у нас, да? Так понимаю. Плюс-минус, конечно. Глава пятая. Пещеры. Без сомнений, Нора ничего не трогала. Все осталось на месте. Следовать дерево в саду. Давайте так. Давайте мы доисследуем вот... А, кто-то нам написал что-то еще. Елена, я переживаю за тебя. Возвращайся домой, пожалуйста. Я хочу, чтобы ты была счастлив. Я тебя люблю. Это мама. Я тоже тебя люблю, напишем на ней. Так. Давайте мы к две дерева спустимся, да, с вами. И будем завершать серию тогда. Ну да, еще, получается, серии две точно надо будет, скорее всего. Ну, потому что час примерно выходит на одну главу, а у нас осталось пятая, шестая, седьмая еще. Многовато, многовато. Ну ладно, давайте дерево посмотрим. Достаньте банку из дупла. Оно по-прежнему тут. Ой, какая сыска, сместная. Так, тут какое-то письмо опять. Привет, Мануэлла. Меня зовут Мими, мне семь лет. Я пишу тебе, сидя в саду моей бабушки Норы. Она сказала, что переведет письмо на испанский язык, который ты понимаешь. Я же оставляю запятые, сори. Я говорю только по-французски, хоть мой отец и хочет переехать в далекую страну, потому что считает Париж сумасшедшим городом. Иногда он кричит на других водителей, и это очень смешно. Бабушка Нора говорит, что знает своих родителей и что вы живете в Мексике, Мехико, очень ярком городе. Мне бы хотелось побывать в каком-нибудь еще городе, помимо Парижа или Сарла. Мне уже нравится ваш город, ведь в названии есть моя любимая буква М. Мне пора уходить, мы собираемся в город с очень старыми рисунками. Мой папа любит все старое, кроме разве что дома Норы. Может, папе не нравятся дома? Гадко. Слышка! О, мы это сделали вместе с Норой. Альбом красивый, дракончик он. Навевает воспоминания. Ой, здесь что-то за какой-то Клингонский. Здесь должно быть что-нибудь интересное. Куллобр. Лакариес. Начинается Игры Престолов, наконец-то. Бабушка уже должна была меня позвать. Где она? Давайте тогда на этом завершимся. Да, в общем, нам еще долго записывают. Но я постараюсь, конечно, почаще выкладывать, чтобы как-то не было таких больших промежутков. Ну или опять же, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, зашла ли вам это вообще прохождение или не записывать дальше. Такой вариант, такая опция тоже может быть. По традиции, спасибо вам, ребят, огромнейшее. Это даже не традиция, это просто. Склейка. Дубль два. Ребят, спасибо вам большое за поддержку. Спасибо за то, что смотрите, за то, что вдохновляете меня. Огромное спасибо бустерам за то, что поддерживаете проект по летсплеям. Если кто хочет, можете подписаться. У вас будет доступен ранний доступ, всякие другие плюшки. Также вы будете упоминать в титрах. Да, кстати, хочу напомнить, что в среду и пятницу проходят стримы на моём канале Charmy Games по ретро-играм. Приходите. Да, буду благодарна, если поставите лайк этому видео, оставите какой-то комментарий. Это очень способствует продвижению и вдохновению. А YouTube ничего с этим не поделаешь. Так, а теперь по традиции, ребят, обнимаю вас, приподнимаю. Не то хотела сказать. По традиции. Любите себя, берегите себя и заботитесь о себе, ребят. Всего вам самого-самого замечательного. Пускай ваши дни будут такими же яркими, как эта игра. Увидимся с вами уже в следующей серии. Ваша Charmy. Всем пока, ребят. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok